Всех приветствую на канале Let's Travel. В этом видео мы сделаем обзор бассейна Sky Lounge на 40 этаже отеля Panorama в городе Нейчанг. В этом обзоре вы увидите, как выглядит бассейн, что там есть наверху и сколько все это стоит. Всем приятного просмотра! Вот так вот панорама выглядит снаружи, то есть она находится на первой линии, сразу за их мэрией. И там есть сверху вот такой вот бассейн. То есть вид сверху вот такой вот, вернее, вид снизу на этот бассейн. Так, вот вышли прямо с нашего отеля на панораму. Вот наш Ибис, где он там вот. И мы идем на панораму. Я не особо блогер, но вот подсказывает, что надо держать вот так. Так, вот панорама сама. Я там понимаю примерно где-то, наверное, 30 с чем-то этажей. И теперь давайте зайдем внутрь, посмотрим, что да как. Вот мы расплатились. Спокойно платил по карте. Заставили расписываться на чеке. Нам показывают, куда идти. Мы идем. Ну, кстати, такой шикарный отель. Да. А, вот. Sky Blue Lounge. Спасибо. Итак, как только мы поднялись на сороковой этаж, нам сразу же предстал вот такой вот вид перед глазами и заиграла громкая популярная музыка. Поэтому, к сожалению, мне пришлось вырезать оригинальный звук. И приходится озвучивать сейчас самому, чтобы видео не заблокировали. Отель находится на сороковом этаже. И вот открывается вот такой вот вид на их бассейн, который находится на земле у этого отеля. И вот, собственно, сам бассейн Панорама. С него открывается прекрасный вид на различные острова, в том числе на тот остров, где находится парк аттракционов Вимперл. Видно канатную дорогу. И видно часть Нячанга. Вот такую вот набережную. Честно говоря, мы ожидали, что вид будет более такой захватывающий. Но из-за того, что у бассейна большой борт, то хороший вид открывается только вот из этой стеклянной части. Также еще повыше есть Sky Lounge. Это то есть бар. Вот. Но он закрыт. Он открывается после закрытия бассейна. То есть в 6 часов. И бассейн, он такой круглой формы. И тут уже открывается вид на такую уже непрезентабельную сторону Нячанга, где живут обычные вьетнамцы, где апартаменты подешевле. И там тоже есть, соответственно, там тоже продолжается бассейн. И так вот мы залезли в воду. Вода очень теплая, прогретая. Кстати, нам еще очень повезло, что был пасмурный день. Потому что в жаркий солнечный день я не представляю, как здесь сильно печет солнце. И вот мы зашли в бассейн. Очень много народу. Все толпятся вот в основном вот в этой зоне, где прозрачный пол и где есть стена. И так, когда первый раз вот наступаешь сюда с высоты 40-го этажа, реально очень страшно выбраться адреналин. Но потом понимаешь впоследствии, что все это безопасно. И вот так вот выглядит вид вниз. Собственно, ничего такого примечательного. Вот я опустил камеру в воду. И вот так вот. Вы просто видите все это здание. Вот так вот. И все. Так как в бассейне было очень много народу, мы решили выйти прогуляться. Здесь орет очень громко музыка различная. Вот такие вот есть обычные лежаки. Попроще. И вот там вот есть несколько вот таких вот круглых лежаков. Вид очень сильно портит вот это вот защитное стекло. Она мутная, грязная. И поэтому вот так посмотреть можно только через вот такие щели. И, конечно же, вот такая вот еще тоже есть грязь. Это тоже портит впечатление. Собирался дождь. И мы решили пойти на другую сторону. И здесь вот есть вот такой вот классный стол. Такой длинный, тоже барный. То есть очень классно ночью сидеть там с коктейльчиком. И посматривать на ночной город, общаться. И вот тут вот, где идет вторая часть бассейна. Здесь был очень сильный ветер. Здесь, естественно, никого не было из-за дыхающих. Потому что было очень холодно. И никто особо здесь не находился. Вот можно посмотреть по тому, какой был сильный ветер. Как вот это вот растение колышется. И вода здесь очень ледяная. Особенно на контрасте с тем бассейном, где вода была очень теплая. Здесь вода кажется нереально холодной. Так, ну а мы идем дальше. Здесь еще один раз открывается вот такой вот вид на все здание. С высоты сорокового этажа. И получается здесь у них находится кухня. Различные технические помещения. И столики. Здесь можно сразу заказать что-нибудь покушать. Меню не сильно большое. Здесь есть пицца, есть салаты, есть суши и различные напитки. И вот так вот при вас тут сразу все готовят. И вот, собственно, выход и вход, где находятся лифты. И получается вот этот второй бассейн, он начинается или заканчивается. Вот здесь вот, здесь уже будет меньше людей. И тут вот открывается вид вот такой вот. Здесь уже есть щель побольше. И можно посмотреть на, собственно, такую туристическую часть Ничанга. Также я решил проверить на прочность это стекло. Прям сильно прыгал. Все хорошо. Оно выдержало. И вот, собственно, когда люди разошлись и у нас появился доступ вот сюда вот. Мы уже подплыли. И сейчас покажем, как это вот все выглядит здесь. И действительно захватывающе, когда вот так вот опираешься на эту стену. Она еще немножко под наклоном. Опираешься на нее. Весь свой вес переносишь на это стекло. И становится страшно, что оно не выдержит. И ты полетишь вниз. Ну, а в других случаях ты очень быстро привыкаешь к этой высоте, к этому бассейну. И каких-то таких сильных впечатлений и эмоций это не вызывает. В принципе, если у вас есть свободное время, свободные несколько часов, вы можете пойти и посетить этот бассейн. Тем более стоит он недорого. На посещение этого бассейна обходится 100 тысяч донгов с человека. Оплатить можно как картой, так и наличными. И бассейн работает до 6 часов. В 17.30 всех примерно уже начинают потихоньку выгонять. А у нас на этом все. Наше видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok